Тщательно исследуют сейчас и анализы жителей региона, которые обратились с симптомами гриппа. Такой диагноз подтвержден уже у многих. А в Ангарске на карантин даже закрыли несколько классов в школах и групп в детских садах. Насколько серьезна ситуация, знает Евгений Шоев. Мультфильмы на телефоне единственное развлечение для этих малышей. Все они пациенты педиатрического отделения Ангарской городской больницы. Сегодня в стационаре нет ни одного свободного места. Да и в ближайшем будущем ситуация вряд ли изменится. Сейчас ежедневно поступает от 4 до 7 человек приблизительно. Это дети, которые болеют уже более трех дней. И поступают с признаками ОРЗ или ОРВИ. Экспансия респираторных заболеваний в Иркутской области продолжается. Только за минувшую неделю диагноз ОРВИ поставлен 20 тысячам жителей региона. Но и это не самое страшное. Ежедневно специалисты Роспотребнадзора фиксируют новые случаи заболевания гриппом. Буквально вот по последним данным, которые мы только что получили, за неделю у нас зарегистрировано 31 случай лабораторно подтвержденный диагноз гриппа. На сегодняшний день мы говорим о том, что нам придется встречать не только Новый год, но и еще и вирус гриппа. У всех заболевших выявлен штамм H3N2. В мире его называют гонконгским. В этом году новая разновидность гриппа зарегистрирована на территории Иркутской области впервые. Те, кто успел поставить профилактическую прививку, уже имеют иммунитет к заболеванию. Однако более 60% населения региона без вакцины. А значит, именно они находятся под ударом в первую очередь. Если заболевание начинается не с катаральных проявлений, как мы это называем, не с насморка, кашля, а значит, начинается с интоксикации, когда болят кости, повышенная чувствительность мышцы, ноют и повышенная чувствительность к свету, если это ребенок особенно, слезотечение, вот тогда мы должны обращать внимание и думать о том, что грипп. Каким станет эпицезон, пока не берутся предсказывать даже специалисты. Одно ясно наверняка, перед праздниками особое внимание стоит уделять не только подготовке новогоднего стола, но и своему здоровью. Евгений Шоев, Виталий Перетолчин. Новости по будням.